привет всем любителям физики и физического эксперимента с вами андрей щетников вы видите меня без очков 10 дней назад мне сделали операцию по удалению катаракты и установки искусственных хрусталиков эти хрусталики довольно любопытное устройство они работают на рефракционно-дефракционном принципе и конечно будет нам очень интересно обсудить их оптику но сначала немножко про катаракту и про операцию катаракты это помутнение хрусталика я пару лет назад стал видеть на небе звездочки что они раздваиваются тогда еще не понял что это катаракта начинает развиваться а потом уже этой весной ну как бы в центре поля зрения на правом глазу такое некоторое размывание помутнение стало появляться стал видеть что это вот раздвоение даже расстроение уже изображения она становится более сильным это стало мешать и понял что надо идти в клинику но теперь про операцию я думаю тоже многим будет интересно сейчас операция делается очень быстро течение 10 минут под местной анестезией делаются небольшие совсем проколы в глазном яблоке через эти проколы удаляется растворяется и вымывается старый хрусталик а потом в это место и через тот же самый прокол через катетер вводится гибкий хрусталик искусственный он водится в свернутом состоянии раскрывается внутри глаза и фиксируется в общем все это происходит за 10 минут потом говорят что операция окончена ну и в общем уже в этот день ты этим глазом в общем то когда зрачок успокоится и снова придет в нормальное состояние уже очень даже хорошо видишь а на следующий день все уже просто в порядке история хирургии искусственных хрусталиков начинается в 1949 50-м году первым кто поставил искусственный хрусталик был английский офтальмолог харальд ридли впоследствии он был королевой пожалован в рыцарское звание стал сэром харальдом ридли значит он оперировал английских летчиков которым попадали в глаз мельчайшие осколки орг стекла от разбитого фонаря и заметил что эти осколки вообще-то не вызывали никакого отторжения глазных тканей и подумал что можно из орг стекла изготовить и искусственный хрусталик и установил его в 1950 году это была первая операция но те хрусталики были жесткими кими линзами диаметром в 6 8 миллиметров вставлялись через большой разрез этот разрез приходилось зашивать ну а впоследствии были заменены уже в разве при развитии сказать этой отрасли хирургии на мягкие хрусталики мягкие хрусталики которые вводятся через катетер как я уже говорил разворачивается внутри глаза но это еще не самое интересное то есть такие первые хрусталики и жесткие мягкие они были ну как бы вот обычными линзами и они отличались от того естественного хрусталика который стоит у вас глазах то есть естественный хрусталик он может аккомодировать его мышцы глазные сжимают разжимают за счет этого меняется его оптическая сила и вы видите резко и вдаль и вблизь а искусственный хрусталик этого делать не может ну и поэтому первые хрусталики они так были устроены предлагалось давайте мы вам сделаем так что вы будете видеть резко вдаль но тогда вблизи будете в очках смотреть или наоборот будете видеть четко резко вблизи но вдаль придется смотреть в очках ну и соответственно возник вопрос а нельзя ли сделать такой хрусталик который позволит достаточно резко смотреть и вдаль и вблизь ну предлагались разные решения и то решение которое наиболее распространено сегодня это двухфокусные и трехфокусные линзы которые работают на рефракционно-дифракционном принципе вот вы видите здесь изображение такой линзы усики сбоку это то с помощью чего она фиксируется а на самой поверхности линзы на задней ее стороне нанесены концентрические окружности и о том как вот это устройство работает мы сейчас с вами и поговорим у меня установлены в глазах двухфокусные хрусталики а я сейчас расскажу как устроено работает трехфокусный хрусталик он сложнее в изготовлении но проще в объяснении и для начала мы представим себе что имеется такая плоскопараллельная пластинка из прозрачного материала на нее отсюда издалека падает свет от какого-то удаленного точечного источника и мы хотим чтобы этот свет собрался в помеченной точке как фокусе и для этого делается следующая разметка задней стороны пластинки я беру и провожу из точки f как из центра сферу с радиусом от точки f до касания в точке с пластинкой дальше увеличиваю радиус сферы на половину длины волны и провожу следующую сферу ну соответственно сфера в пересечении с плоскостью задней пластинки дает такую окружность дает увеличиваю еще на половину длины волны получаю следующую сферу и соответственно следующую окружность и так далее. Вот эти центральные круг и следующие кольца, которые получились, они называются зонами френеля. Ну и теперь смотрите, что получается. Каждые две соседние зоны, за счет того, что сдвиг сделан в половину длины волны, они излучают по отношению вот этой точки F в противофазе и ослабляют друг друга. И чтобы этого ослабления не было, мы берем и закрашиваем первое кольцо, ну а центральную окружность оставляем прозрачной. Значит, следующее кольцо снова оставляем прозрачной. И вот так закрашиваем кольца через одно. И теперь те кольца, которые остались незакрашенными, прозрачными, они излучают в эту точку все сфазировано, ну и за счет этого здесь возникает яркое пятно. А те кольца, которые излучали в противофазе, они все закрашены. Ну, мы фокусировку получили, правда, при этом потеряли половину энергии. И чтобы эту энергию не терять, хорошо бы сделать вот что, взять и по отношению к закрашенной зоне, в них произвести сдвиг фазы на половину длины волны. Ну и для этого здесь делаются утолщения, свет в этих утолщениях распространяется, сказать, в этом материале медленнее, чем снаружи происходит вот этот самый набег. И теперь все зоны, и те, которые были прозрачные, и те, которые сейчас утолщены, все по отношению к этой точке перезвучают свет сфазировано. Ну и мы энергию не теряем. И таким образом мы получили пластинку, которая производит фокусировку света в намеченную точку, но сейчас я покажу, что у этой пластинки имеется не один, а по меньшей мере три фокуса. Правда, второй и третий фокусы окажутся, ну вот как бы, по первоначалу находящимися в весьма неожиданных положениях. Я еще раз изобразил зонную пластинку Фринеля, для которой построен фокус F. Ну, теперь я буду называть F1, потому что у нас имеются еще два фокуса. И первый из них получается следующим образом. Смотрите, все области, все зоны, они изучают теперь сфазировано. И падающая на пластинку плоская волна, помимо сходящейся сферической волны, будет и за пластинкой переизлучаться, как плоская волна. Ну и соответственно, мы можем сказать, что там имеется второй фокус у нас из бесконечно удаленного точечного источника. Волна пришла и сфокусировалась же бесконечно удаленную точку. И этот бесконечно удаленный фокус мы будем называть F0. Но это еще не все, потому что по другую сторону пластинки, на таком же расстоянии от нее, находится еще один фокус, который я обозначу. F-1. А минус, потому что волна, которая пришла плоская и упала на пластинку, дальше расходится сферической волной, так что центрами всех этих сфер является точка F-1. И вот три наших фокуса. Но пока что мы имеем дело, так сказать, только с дифракционной конструкцией. А линзы у меня в глазу рефракционно-дифракционные. И мы добавляем к этой пластинке обычную плоско-выпуклую линзу с другой стороны. Ну, теперь удобно все считать в диоптриях, как это делается в оптике. Значит, ну допустим, что вот этот фокус F1 находится на расстоянии 50 сантиметров от пластинки. Ну, соответственно, ему соответствует, как будто здесь имеется линза с оптической силой в плюс 2 диоптрии. Этому фокусу соответствует оптическая сила в минус 2 диоптрии. А тому удаленному фокусу на бесконечность, ну, оптическая сила 0 диоптрии. И пусть мы добавили линзу вот эту плоско-выпуклую, оптическая сила которой составляет плюс 20 диоптрий. А оптические силы линз складываются, если они находятся рядом друг с другом. Ну, соответственно, линза плюс пластинка вот для этого фокуса. К 20 добавляем 2, получаем плюс 22 диоптрии. Ну, фокусное расстояние чуть меньше 5 сантиметров. Условно обозначу где-то здесь. Вот этот фокус F1. Значит, дальше. Вот этот фокус. Там был 0 и плюс 20. Ну, соответственно, оптическая сила для этого фокуса, как он перестроился, это плюс 20 диоптрии, ровно 5 сантиметров. Вот здесь у нас будет находиться фокус F0 в новой системе. Ну, а здесь плюс 20 минус 2, это плюс 18. И еще появляется фокус F-1. Вот здесь. Все на небольшом расстоянии. Ну, и самый дальний, самый ближний, они совсем немного друг от друга удалены. Ну, а дальше делается так, чтобы задний фокус попал на сетчатку, на заднюю стенку глаза. Соответственно, те лучи, которые приходят издалека, они будут фокусироваться в нем. Те, которые приходят со среднего расстояния, будут фокусироваться в F0. А те, которые приходят со относительно близкого расстояния, будут фокусироваться в F1. И таким образом, у такого глаза получаются три расстояния, на которых он видит четко, резко. Ну, и таким образом, устройство трехфокусного хрусталика мы рассмотрели. Но при этом надо понимать, что световая энергия, приходящая от любого точечного источника, теперь распределяется между тремя фокусами. И хорошо, если бы на каждый фокус приходилось треть энергии, но на самом деле потери больше. Потери больше, в частности, из-за того, что границы каждой зоны Френеля в рассмотренной нами конструкции излучают свет не в точности в одной фазе. Ну, и поэтому рассматриваются разные другие конструкции. Простейшая конструкция двухфокусной линзы изображена вот на этой картинке. Здесь поверхности ступенчатые, являются наклонными. И этот наклон обеспечивает сфазированность волн, приходящих от разных точек одной зоны. Ну, а вообще, оптики, конструкторы, исследователи предложили уже достаточно много разных форм поверхности мультифокальной линзы. Вот некоторые из них показаны здесь на картинке. И разработки ведутся и сегодня. Предлагаются новые и новые оптические конструкции. Ну, а теперь по-хорошему вы должны были бы задать мне вопрос. Ну, как же так? Ведь любая дифракционная система настроена на определенную длину волны, а мы видим глазом разные длины волн от длинноволнового красного света до относительно коротковолнового синего. И в таких дифракционных системах красный свет должен отклоняться сильнее всего, а синий слабее всего. Должна возникать за счет этого такая дифракционная хроматическая аберрация. Ну, она действительно возникает, но тут есть, так сказать, счастливая сторона, что в глаз, в нем происходит и рефракционная хроматическая аберрация, та, которая происходит на преломлении. И там, наоборот, синий отклоняется сильнее всего, а красный слабее всего. Так что эти эффекты взаимно в значительной степени компенсируются, и сильной хроматической аберрации не происходит. Ну, а теперь надо поговорить о том, что и как я вижу с помощью своих искусственных хрусталиков. Ну, что касается того, что вдали, за окном, я вижу его исключительно резко и, кроме того, более ярко. Ну, как я понимаю, хрусталики, естественно, и помутнели с возрастом, а теперь они оказались прочищенными, ну, и как бы все стало... Более ярким стали синие тона, облака стали голубоватыми, а раньше они были желтоватыми. Вот. Что касается чтения. Здесь надо настраивать книжку. Нормальное расстояние чтения у меня настроено по второму фокусу на 33 сантиметра. Надо ее придвигать, отодвигать, находить правильное расстояние. Ну, и плюс к этому, то есть, аккомодации теперь нет, но мышцы глазные, не внутренние, а те, которые глазные яблоки шевелят, они все равно работают, чтобы бинокулярное зрение настраивалось. Так что какие-то мышечные ощущения остаются, и это тоже хорошо. То есть, это как бы старые привычки не уходят. Вот. Но есть еще один момент. Это когда я вижу какой-то яркий предмет на темном фоне днем, и он еще более выразительный, когда я смотрю вечером в темноте на фары машин, на рекламу неоновую, на далекие какие-то фонари. Оказывается, что все они теперь окружены вот некоторым галу, и это эффект вот бифокального зрачка, от него избавиться невозможно, но вот я вижу на двух расстояниях резко, и за это приходится платить. Ну, и я думаю, что если вы внимательно смотрели этот ролик, то вы сможете объяснить, каково происхождение этого галу. Ваши соображения на этот счет пишите в комментариях к этому ролику на YouTube. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова